Впервые это музыкально-массовое действие произошло в 2008 году. Большой успех фестиваля привел его к первому, хоть и не круглому, юбилею. Удачной идее организаторов MAME Rockstar Energy Drink исполнилось 5 лет. Структура фестиваля оказалась выигрышной. Большая, занимаемая территория, отличная логистика, три сцены, на которых по очереди выступают сначала начинающие музыканты, затем уже именитые и в финале звезды континентов, как, например, в этот раз группа Slayer, выступающая уже три десятка лет. Всегда рад фестивалю MAME. Скоро мой приятель и коллега Мэрлин Мэнсон присоединится к нам в этом туре. У Мэнсона всегда с собой отличный абсент, так что жду встречи с ним с особым нетерпением. В мире тяжелой музыки сложилась интересная тенденция. На концертах ветеранов рок-сцены все чаще можно увидеть уже не два, а три поколения ценителей жанра. Подростки-тинейджеры резво прыгают под сцены рядом с 30-летними родителями и 50-летними бабушками и дедушками, которые два-три десятилетия назад ходили еще на первые шоу нынешних нестареющих духом легенд. Мне кажется, хэви-метал сейчас во вполне отличной форме. Первоклассных групп, как ветеранов, так и талантливых новичков сейчас очень много. Сквозь годы успех тяжелой музыки, конечно, идет то вверх, то вниз, но я думаю, металлическая музыка еще долго будет на высоте. Статистика четко фиксирует, каждый год фестиваль Мэйм посещает все большее число людей. Некоторым даже инвалидное кресло не помеха. Оно и понятно, ведь рок-музыканты в большинстве своем без лишней спеси могут запросто стоять час под палящим солнцем, чтобы раздать автографы и фото на память пусть и не всем, но сотням преданных поклонников. Фестиваль этого 2012 года уже завершен, но уже через пару месяцев начнется планирование следующего. Ведь, как говорят артисты... Валерий Кипелов, Александр Павлов, НТВ Америка.